Чудовищные, совершенно безумные налоги. Шесть лет назад ты уехал в Америку именно по этой причине? Ветер перемен может снести все наносное, а фундамент останется. Что ты понимаешь под этим? Крепчайшая экономика, огромные запасы естественных ресурсов, научная база. А чем тебе еще не понравился США? Все какое-то пластмассовое, резиновое, ненастоящее. Хорошо поесть стоит очень дорого. Пока тебя здесь не было, страна изменилась? Из Москвы сделали город мирового класса. Он круче Нью-Йорка, он круче Дубая. Ну и я абсолютно счастлива, что такие люди, как ты, возвращаются в Россию. Это проект «Мы и они», я его автор Мария Шахова. Сегодня у меня необычный гость. Он родился и вырос в России. Позже уехал жить за границу. А сейчас решил вернуться обратно. Почему? Расскажет он сам. Максим Хайтович, 31 год. Русский. Высококлассный IT-специалист и победитель конкурса управленцев «Лидеры России». Шесть лет назад уехал из страны, чтобы получить MBA. Работал в крупнейших IT-компаниях США, Европы, Саудовской Аравии и Дубае. Несколько месяцев назад вернулся на родину. Считает, что у России прочный фундамент. Однако стране не хватает мирового пиара. Максим, привет. Привет. Спасибо тебе большое, что приехал сегодня ко мне в студию. Ну, спасибо, что вообще пригласили. Максим, ты успешный IT-специалист. Ты родился в Мурманске, потом долгое время жил в Питере, а потом вообще уехал жить за границу. Расскажи более подробно свою историю, почему ты решил уехать. Посмотрите, какая история была. Я проработал довольно много лет в Петербурге. Сначала в сотовой связи инженером-программистом, потом почти пять лет таким IT-консультантом для финансовых корпораций мира. То есть у меня были крупнейшие вообще заказчики финансовой организации, хедж-фанды, инвестиционные фонды из США, Европы, Азии. Поездил очень много в командировки за это время. То есть там длительное время жил в Дублине, в Нью-Йорк ездил в командировки на внедрение наших программных продуктов. И вот в какой-то момент у меня появилась фантазия. А давайте-ка придумаем некий искусственный интеллект, который за нас будет принимать управленческие решения, управлять за нас бизнесом или организациями. Вот тут я понял одну вещь, что у меня сильный технический бэкграунд. Я хорошо разбираюсь, как технически эти системы строить. Но вот как работает бизнес, что такое менеджмент, как вообще организации функционируют во всем мире, у меня представление было довольно слабое. Решил этот недостаток знаний у себя закрыть каким-то образом. И простейшим способом показалось получить степень MBA, магистра бизнес-администрирования. Ну, человек я очень простой. Открыл просто список топ-100 лучших бизнес-школ планеты. Десятки верхние оказались в основном американские бизнес-школы. Ну, я решил не размениваться на мелочи. Просто подавался в эти топ-10 бизнес-школ планеты. И в какой-то момент попал в Carnegie Mellon University, Tapper School of Business. Это, ну, такая топ-10 где-то школа по планете, смотря в какой рейтинг смотреть. Находится в городе Питтсбурге. И просто поступив на учебу, я решил туда съездить. Вот, собственно, получить знания в области менеджмента бизнеса и как это работает в связках с технологиями. А с другой стороны, получить некоторый международный опыт, понять, как, в принципе, в мире люди думают про бизнес, про управление. Что происходит на рынке IT и искусственного интеллекта на всей планете. Возможно, взять какие-то интересные классные идеи со всей планеты и как-то их вместе скомбинировать, придумать что-то новое, что-то свое. В этом была идея. То есть это 6 лет назад ты уехал в Америку именно по этой причине? Да, да. И 6 лет ты учился МБМ не очень долго, пару лет. И ты решил там остаться? Ну, я получил предложение присоединиться на работу. То есть сначала я нашел стажировку между первым и вторым годом. В Чикаго поехал в консалтинговую компанию, где я работал раньше. Компания Карни называется. Довольно уважаемая консалтинговая фирма. И прошел стажировку, получил предложение просто вернуться на полный рабочий день к ним же в чикагский офис наш. Вот в 2018 году мы с супругой поехали уже, думали, в Штаты на длительный срок, именно в Чикаго. Но жизнь повернулась так, что дальше мы из Чикаго уехали, собственно, на Ближний Восток почти сразу. Почему? Ну, тут было несколько причин. Во-первых, честно скажу, и могу там потом подробнее рассказать, но в США нам не понравилось. Ну, понял в какой-то момент, что прям не моя страна. Два года мне хватило за глаза, чтобы это понять. Захотелось посмотреть что-то еще, что-то более новое, что-то еще более интересное. А тут подвернулась просто идея. Ко мне подошел один из партнеров нашей консалтинговой фирмы и сказал, Максим, вот то, что ты делаешь в Америке, уже есть люди, которые делают, а вот на Ближнем Востоке этого нет вообще. Поехали со мной, будешь создавать практику так называемого аналитического консалтинга. На Ближнем Востоке в городе Дубай. Я про Дубай тогда знал замечательное ничего, кроме названия. Ну и предложение рассматривал серьезно, но тут две вещи на меня повлияло сильно. Во-первых, жена жаловалась, что мы переезжаем из одного холодного города в другой холодный город, а Чикаго холодный. После чего я ей сказал, ну, солнышко, мы теперь переезжаем в пустыню. В принципе, будет тепло, как минимум. А вторая вещь, что налоги в 47% в Чикаго не добавляют мотивации, прямо скажем, там, работать. В Дубае зарплата была та же, но без налогов. Поэтому это было достаточно легкое решение. А чем тебе еще не понравился США? В Штатах вот очень просто можно объяснить, что мне не нравится в Штатах. Смотрите, все, что в Штатах сделано хорошо, а там есть вещи, которые сделаны реально хорошо, даже, я бы сказал, классные по мировым, вообще там лучшие в мире. Вот все, что там сделано хорошо, я не ценю. Вот так получилось. Например? Для меня достаточно равнодушно. Ну, простой пример. В Штатах очень круто сделан публичный спорт. То есть, если вы любите ходить на стадионы, посмотреть на футбол, баскетбол, хоккей, там делают потрясающие шоу. Тут просто один пример. Второй пример. Там очень круто сделана возможность съездить на природу. То есть, если вы любите взять палатку, закинуть ее там в рюкзак за спину и поехать куда-то на пару дней с палаткой пожить в лесу, опять, довольно равнодушен к этому всему. А вот то, что для меня важно, оно было сделано, ну, довольно плохо, прямо скажем. А что это было? Ну, вот, например. Во-первых, чудовищные, совершенно безумные налоги. Причем сложнейшая налоговая система. Ты должен сам свои декларации подавать. Там постоянно эти игры с налогами происходят одновременно. Это первая вещь. Вторая вещь – еда. Честно, я очень люблю вкусно поесть. В России гораздо лучше. В Штатах, ну, да, есть бургеры, но все какое-то пластмассовое, резиновое, ненастоящее. Хорошо поесть стоит очень дорого. Вот мы, отойду в сторону, мы в Чикаго с женой, ну, некоторое время прожили, и в итоге мы постоянно обедали или ужинали только в двух ресторанах, русском и немецком, который тоже был основан там иммигрантами из Российской империи давным-давно. Ну, просто как показатель. Ну, и еще что? Там очень плохо, если ты пешеход. Я не вожу, я в жизни своей водил один ровно день и понял, что водить я не могу. Я опасен для себя и окружающих, если сажусь за руль. Поэтому без машины там довольно грустно. Если ты с машиной, то все круто сделано. Ну, и последняя вещь, которая меня профессионально очень сильно доконала в некотором смысле, это в Америке очень сильный компонент межличностных связей между людьми. То есть твой профессиональный рост, твоя карьера, твои успехи на работе очень сильно зависят не от того, насколько твои навыки по-настоящему сильные, они очень зависят от того, с кем ты ходил в детстве в школу, в каких клубах ты состоишь, кого ты знаешь, какой цвет у твоей кожи, не знаю, какого ты пола, сексуальной ориентации, религии и всего остального. Эти вещи реально важны. Ну и самая последняя интересная вещь для меня как айтишника была, это самые продвинутые именно в IT области вещи в Америке все равно делают русские, китайцы и индийцы на самом деле. Как ни зайдешь в любой data science отдел, отдел, где разрабатывают искусственный интеллект, пишут софт, ну, как бы только эти национальности и видишь. Местных там практически нет. Ну и все это вместе, оно как-то дает тебе понять, что в Штатах, конечно, здорово, но не для меня. Это не моя страна, и мне там особо делать как бы нечего. За пару лет я это понял, увидел все, что я хотел увидеть, получил те знания, какие я хотел увидеть, познакомился с людьми самыми разными, интересными, неинтересными, приятными, неприятными, ну и понял, что надо идти дальше. Вы переезжаете в Дубай? Да. Что было там так, не так? Дубай – удивительное место. У меня было ощущение, что я переехал на другую планету. Вот честно. Это другая цивилизация, надо это сразу понять. США – это англосаксонская цивилизация, мы с ней более-менее хотя бы как-то знакомы. Это как в Англии, как в США, как в Европе, ну, более-менее мы ее легко понимаем, как жители как минимум европейской части страны. А вот Ближний Восток и Дубай конкретно – это мсульманская страна, скажем прямо. Это ближневосточное государство с совершенно другим историей, с совершенно другой культурой, с совершенно другим климатом. Главное отличие, какие я заметил. Ну, во-первых, это очень консервативное и религиозное общество. Это не плохо, не хорошо, это просто факт. К этому надо быть готовым, к этому надо быть привычным. Когда ты ставишь встречу, как будто в календарь, давайте поговорим с главным инженером, не знаю, какой-нибудь организации, про некий вопрос, надо быть очень осторожным с тем, когда ты ее ставишь, потому что, вполне возможно, это время молитвы. А ты про это можешь не знать. На встречу не придет, ну, и вообще, в принципе, это считается неуважением. Ты должен все-таки знать, когда человек не может быть доступен для встреч. Помимо этого общества, очень иерархическое, вот правда. То есть там очень сильно важным является, кто чей начальник. Прыгать через голову не принято, это считается некрасивым, неправильным. Начальство должно быть в курсе хорошей работы, которые делает их подчиненный. Начальство должно быть в курсе плохой работы, которую сделает их подчиненный тоже. Европейские или российские организации, они более матричные такие. Человек может иметь массу связей вокруг себя с другими отделами, людьми, параллельно находящиеся ему, которые ему непосредственно не отвечают. На Ближнем Востоке, ну, связи, они более такие иерархичные. Все идет вверх, потом спускается вниз. Параллельное общение друг с другом из других отделов идет очень тяжело. А как относится к иностранцам? Дубай очень, ну, friendly, очень дружелюбен к иностранцам, потому что, напомню, в Дубае, вообще в Удненных Арабских Эмиратах, местное население меньше 10%. Оно меняется от года к году, но вот вроде меньше 10% последнее, что я помню. 90% иностранцы. Кстати, тоже мало кто знает, но в Дубае порядка 45% населения это выходцы из индийского региона, то есть Индия, Пакистан, Бангладеш. Еще где-то 20% это Филиппины. Ну, те люди, которые приезжают на заработки. Да, 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 это уже 70% населения страны, на самом деле. И вот европейцы, русские, китайцы и все остальные экспаты, это, в общем-то, маленькая такая прослоечка. Надо уважать местные культурные особенности, не надо ходить, не знаю, в суперкоротких юбках или в шортах, когда у них Рамадан, опять же, идет. Это считается неправильным, некрасивым, не то, что тебя сразу жестко покарают, но проведут воспитательную беседу. К этому тоже надо быть готовым. Внутри самой организации тоже, ну, довольно интересно они к этому подходят. Ты иностранец. Это означает, мы тебя взяли как дорогой инструмент помочь нам с чем-то, в чем мы сами не разбираемся. Но ты не лицо, которое принимает решения. В конечном счете, это не твоя страна. Нам здесь жить, а тебе нет. То есть к этому нужно быть не просто физически, а морально просто готовым? Морально готовым. Это надо понимать, что ты никогда не будешь человеком одного, как бы, одного вида с ними, условно. Ты все равно иностранец. Ты человек, который нам помогает, мы тебе за это будем платить деньги, будем тебя уважать, будем тебя поддерживать, будем тебе помогать, будем с удовольствием тебя слушать. Но не надо думать, что твои решения являются истинной в последней инстанции. Эти решения принимаем мы, потому что это наша страна, нам здесь жить. У нас сейчас в России появилось такое модное слово, как релокация, и многие IT-специалисты переезжают за рубеж. И большинство из них мечтали бы о такой карьере, которая была у тебя, закончить MBA, быть приглашенным специалистом в Соединенных Штатах Америки, после уехать в Дубай. Но ты выбираешь для себя Россию. Почему? Я всегда думаю просто на 10, 15, 20, 30 лет вперед. То есть есть тактические шаги, которые ты принимаешь здесь и сейчас, ну, в своей карьере. Например, поехать, поучиться в Штатах, потому что это даст мне какие-то важные знания, понимание мира, позволит понять, что происходит в стране, которую так сильно пиарят в общем-то в мире. Потом поехать на Ближний Восток, посмотреть, сравнить два разных заграничных государства, два разных общества друг с другом. Потому что на сравнении можно понять, чем страны друг от друга отличаются, что похоже, что не похоже. Но это тактика, это все шаги здесь и сейчас, которые можно планировать в масштабе пары-тройки лет, не более. На 10, 15, 20 лет вперед, когда заглядываешь, то смотришь, ну, и оперируешь совсем другими цифрами, другими понятиями. И здесь шаг вернуться домой, он всегда был в планах. Помните, я говорил, что рано или поздно ты упрешься в какой-то стеклянный потолок. Наступит тот момент, когда будут приниматься такие решения, которые уже влияют на все государство, например, или влияют на всю индустрию, или влияют на всю компанию. Если ты иностранец в другой стране, даже в Штатах, даже в Европе, вот ты упрешься в этот потолок, это произойдет. Ты не рос с ними, ты не ходил в один детский сад, у вас разные шутки, вы не смотрели одни мультики в детстве, не знаю, ты просто не сможешь схватывать очень многие вот эти тонкие вещи, которые можно схватывать, если только ты вырос внутри государства. Этот принцип, он применим неважно, ты русский, живущий в России, или ты, не знаю, ганец из Ганы. Принцип остается неизменным. Это в любой стране будет так происходить. На высших эшелонах управления, работы, не знаю, профессионального роста и всего остального. Принципы одни и те же. То есть общаются и позволяют принимать финальные решения в основном местным, не иностранцам. Но это такой более универсальный принцип. Если говорить конкретно про Россию, еще одна из причин, почему возвращаться, мне показалось, надо именно сейчас. Желательно было вернуться еще год назад, на самом деле, но успели, когда успели. Получилось, когда получилось. Вообще, она очень простая. Россия сейчас находится на таком интересном моменте, когда мир весь меняется. Сейчас проходит очень мощный такой слом. Многие вещи, которые казались неизменными, стабильными, их просто сносят. Ветер перемен, дует во все поля, в общем-то, по всему миру. А здесь интереснее находиться в том обществе, в той стране, даже как экспату, кстати, у которой очень мощный, крепкий фундамент. Потому что, как ветер перемен, может снести все наносное, фундамент останется. На нем можно построить что-то еще более интересное, что-то новое. В России фундамент крепчайший. Что ты понимаешь под этим, под словом фундамент? Это огромное количество очень талантливых людей, которые у нас живут. Еще раз говорю, даже поехав за границу, вы там увидите, что в технических отделах, научных отделах, инженерных отделах, не знаю, в культуре, в экономике, во всем остальном, вы увидите огромное количество русских. Помимо людей, да, можно упомянуть, там, крепчайшая экономика, огромные запасы естественных ресурсов, огромные технические запасы, которые у нас остались еще и со времен Союза, мы их пронесли через 90-е до нынешних времен. Научная база, техническая база, огромное количество реально крутых компаний, технологических, кстати, которые по мировым стандартам являются мировыми лидерами. Вот это все, это фундамент. А в короткосрочной перспективе, ну, люди поездят по миру, посмотрят, потрогают что-то руками, получат какой-то профессиональный опыт. Несколько раз столкнутся с прямой дискриминацией. Такое будет. К этому надо быть готовым профессионально, что рано или поздно тебе намекнут, ты не местный, извини. Мы в детстве вместе с тобой в один детский сад не ходили. Столкнуться с этим, ну, получат какие-то полезные знания, которые они тоже смогут использовать в дальнейшем. Пройдет пара лет, а может гораздо быстрее на самом деле, потому что пора домой. По мере взросления тебе становится менее интересно просто ездить по миру, смотреть его. Хочется уже что-то более значимое делать. А что-то значимое делать надо у себя в стране. Вот ты затронул интересную тему, тему дискриминации. Ты только недавно вернулся. Да. Ты столкнулся с русофобией, о которой сейчас все говорят? Ну, на Ближнем Востоке ее практически нет. Недавно начали появляться мелкие такие проявления, но не на бытовом уровне совершенно, а на финансово-банковском, я бы сказал. То есть к счетам, к открытию счетов, к закрытию счетов начали возникать некоторые вопросы с российским паспортом, но опять они совершенно не на том уровне, как в Европе или Штатах. То есть, в принципе, к русским страна достаточно френдли. Они просто боятся попасть под вторичные санкции США и Евросоюза. Ну, что делать? Это страна не с миллиардным населением, как Китай, который может делать, что хочет. Ну, у тебя наверняка остались русские друзья в Европе и Америке. Что они говорят про русофобию? Про Европу и Штаты с этим гораздо сложнее. То есть русофобия, она была в некотором смысле в США еще там 4-5-6 лет назад, когда я там был, потому что люди не понимают, какая у нас страна. Вот я могу говорить больше про Штатов, не про Европу, на самом деле. В Европах я был в Дублине, но не очень длинный срок. Так вот, если говорить про Штаты, США страна очень сосредоточенная на себе. И люди, которые там живут, они очень сосредоточены именно на себе. Ну, 20% только населения имеет вообще паспорт, чтобы выезжать за границу. Из этих 20%, 90% ездило в Мексику. Ну, все. Как бы больше мира они особо не видят и очень сильно сосредоточены именно на себе. Поэтому представления о жизни в других странах, ну, совершенно дикие. Когда ты начинаешь рассказывать про то, что ты из России, у людей сразу там 3 предположения. Ну, понятно, водка, медведь, балалайка – это классика. Там все ходят с троем, и каждый русский может из ручки собрать автомат Калашникова верхом на стуль и улететь в космос. Когда ты говоришь, что в России не пользуются Гуглом, ну, то есть главный поисковик в России – это не Гугл, у них там глаза начинают на лоб лезть. Что? Во всем мире это не так. Вот. Не могу назвать это прям русофобией. Помимо этого, есть еще два вида людей, с которыми, ну, довольно интересно было общаться. Они русских, скажем так, не любят, но по разным причинам. Первый – это такая ультрабогатая, ультралиберальная прослойка, в основном живущая, условно, в Нью-Йорке, Калифорнии, в подобных местах. Это люди со специфическими, очень, профессиями зачастую, которые… Ну, не знаю, там, какой-нибудь адвокат по гендерному праву или политик, помощник сенатора, что-то такое очень специфическое. То есть не люди реального сектора, условно говоря. Вот. У них просто идеологическая заряженность, потому что в мире есть политическое решение, что на данный момент Россия – враг номер один, написано во многих доктринах, к слову, штатов. Ну, они очень чутко улавливают вот эти политические моменты, эти политические доктрины, на них хорошо отвечают. Ну, с ними никогда не было сильно интересно общаться, больше из научного интереса, прямо скажем. А другой вид людей, которые тоже, можно сказать, идеологически заряжены, это такие жители Диксилэнда, то есть южане, ребята там из промышленности, ребята из армии, ребята из силовых структур, из, не знаю, из агропромышленного комплекса. Они, ну, такие простые пацаны, простые девушки, прям предельно простые. Им вот по телевизору сказали, что русские – зло, но они всегда тебя воспринимают как оппонента, скорее, да, там из разряда, ну, что мы с вами, это, поборемся, кто будет номером один в ближайшем веке. Это даже не фобия, скорее, они просто тебя в некотором смысле провоцируют на такой спарринг словесный. IT – это не просто мода или стереотип лучшей профессии, а острая необходимость. В 22-м году для айтишников в России приняли целый пакет указов, которые облегчают и улучшают их жизнь. Также была запущена система льготного кредитования по ставке не выше 3% годовых и упрощенная процедура найма иностранных сотрудников. Примеры таких масштабных единовременных мер мир еще не знал. Макс, ты 6 лет не жил в России, я не знаю, насколько уместно вообще тебя спрашивать, с учетом того, что ты неоднократно приезжал, навещал родственников и друзей, но, тем не менее, за те 6 лет, пока тебя здесь не было, страна изменилась? О, безумно. И в чем? У меня, правда, я буду человеком с очень испорченным мнением, вот скажу честно заранее. Во-первых, мне есть с чем сравнивать, то есть, находясь внутри системы тяжело заметить, когда изменения происходят вот по чуть-чуть, когда каждый день становится чуть-чуть лучше или что-то становится по-другому. Если ты уже живешь внутри, условно, города или страны, это заметить сложно, потому что изменения маленькие каждый раз. Когда ты исчезаешь, например, на год и возвращаешься через год, видишь так, оп, поменялось очень много. И вот из Москвы сделали город мирового класса, он круче Нью-Йорка, он круче Дубая, на самом деле, по совокупности всех параметров, если вместе их взять. Это вот один из топ-10-20 городов планеты, в принципе, по значимости, комфорту, крутизне, развитости и всему остальному. И вот этим городом из топ-10-20 списка в мире он стал, в общем-то, за последние 10 лет, прямо скажем. Не знаю, 10-15, москвичам видней. Раньше он таким не был. По крайней мере, как я помню, по 2011 году. Вот, страна в целом очень сильно улучшилась, да, за 5-6 лет. И если переходить вот к этому интересному вопросу, можно много говорить про то, как у нас круто развелись айтишные технологии, там, в госуправлении у нас стало гораздо круче, ну, госуслуги вспомните, насколько удобно. Сейчас этого в мире нет. Можно говорить, там, продолжать говорить про айти, например, что я могу в Бетро в Москве заплатить лицом. Вообще такого в мире, на планете, я, по-моему, только у китайцев знаю такое есть, вроде Сингапура. Но это все такие технические вещи, ну, люди сделали, построили, это круто, здорово, классно, но оно, это наносное условно. А вот то, что произошло, и большая перемена, которая произошла внизу, да, вот, в фундаменте, русские стали себя любить больше. Вот раньше мы, ну, исторически наша страна последние 30 лет много работала, 20, наверное, много работала и тяжело жила, прямо скажем. Да, для каких-то излишеств, приятностей, красивых вещей, красивой жизни, вкусной еды и всего остального, ну, не оставалось ни времени, ни сил, да и никто не задумывался над тем, что это нужно, что это полезно, что это хорошо, что себя надо любить. А вот за последние, не знаю, даже 6 лет, мне показалось, ну, мы начали себя любить гораздо больше, и это очень правильно. Максим, ты занимаешься управлением программы «Цифровизация России». Какой будет «Цифровая Россия будущего»? Ну, «Цифровая Россия будущего» будет эффективной и недорогой в плане управления. Мы постараемся сделать так, чтобы, а, государственное управление было цифровизированным, вот, целиком. Вот что это значит на практике? Максимальное количество вещей вам не надо будет делать с помощью бумажек, вам не надо будет никуда физически ходить в офисы, писать от руки какие-нибудь заявления, все, по-хорошему, все это должно происходить, во-первых, либо с ваших смартфонов, либо с ваших телефонов. То есть госуслуги на максималках? Прямо на максималках. Это госуслуги даже не 2.0, а 10.0. Вот, прямо скажем, в этом будет идея, ну, довольно большой программы развития государственного управления. А вторая вещь, которую необходимо будет сделать, это чтобы госуслуги, эти условные госуслуги, развивались максимально быстро и динамично. Ты знаешь, после начала спецоперации очень много IT-специалистов уехало за границу, то мы вообще сможем создать свою силиконовую долину или хватит нам вообще специалистов? Ну, не силиконовую, а кремниевую. Классическая шутка. Свою кремниевую долину, это тоже интересный вопрос, вообще на сторону меня уводите здесь сильно, но кремниевая долина – это не то, что на самом деле надо всем подряд создавать. У кремниевой долины есть конкретное предназначение, конкретная задача, она появилась в конкретный исторический момент. Совершенно не означает, что нужно копировать кремниевую долину в любой другой стране, в России в частности. Если вернуться к изначальной теме, про IT-специалистов, которые уехали, уехало не так много, это первая вещь. Вторая вещь – люди как уехали, так и могут приехать обратно и работать могут на удаленном. Это яркий тому пример. Это тоже один из таких простых примеров. На самом деле люди уехали ненадолго, поездили, посмотрели мир, потрогали что-то, вернулись обратно через год. Какие проблемы? Эти же люди. А вторая вещь – Россия на самом деле привлекательный рынок труда для многих специалистов и за границей тоже. Объективно. У нас довольно неплохие зарплаты по мировым меркам, у нас высокое качество жизни. Москва, Питер – большие города. Если вы хотите жить на лоне природы, пожалуйста, можно поехать в небольшой город, у вас будет классный интернет, будете сидеть на удаленке. IT-специалистов дефицит был всегда во всем мире за последние 10 лет. Поверьте мне, я когда работал для Саудовской Аравии, писали точно такой же отчет еще полтора года назад, говоря, что у вас дефицит 30% IT-специалистов по таким-то специальностям. Полтора года назад в Саудовской Аравии. Точно такие же слова можно услышать про любую другую страну. И до спецоперации, и после, и сейчас. Но с нашего рынка много ушло именно IT-компаний. Сейчас не совсем понятно, хватит ли нам софта, железа, всевозможных проводов, я не знаю. Это проблема импортозамещения называется, и мы по этой проблеме все, на самом деле, сейчас активно занимаемся. Она стала актуальной, она стала важной. Наконец, ну, знаете, как говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Гром грянул. Мужик вроде как перекрестился, и сейчас мы серьезно занимаемся этими вопросами. Раньше они были менее актуальными, ну, зачем делать что-то свое, если можно купить. Теперь выбора нет. На самом деле это довольно круто. Это повышает спрос на IT-шные проекты внутри страны. Если говорить про более философский вообще вопрос, на самом деле, зачем этишная индустрия будет очень полезна нашей стране. Вот мы одна из трех сверхдержав планеты, объективно. Китай, Россия, США. Все остальное хорошие, замечательные страны, но не сверхдержавы. А что интересное можно про нас сказать? Мы та сверхдержава, в которой меньше всего людей. Нас всего 147 миллионов, ну, давайте 150, скажу, чтобы оценка сверху была. 150 миллионов человек. Мы самые маленькие, на самом деле, из этих трех сверхдержав, нас мало. Это означает, что каждый из нас должен быть гораздо более эффективным. Просто по простейшей арифметике мы должны... Каждый из нас должен быть в три раза эффективнее, чем средний американец. И в 10 раз эффективнее, чем средний китаец. А это означает, что надо как-то усиливать каждого человека на его работе, в его повседневной жизни, в его личной жизни, во всем остальном. Простейший способ поусилить это, а, механизация, б, цифровизация. Вот эти две вещи для нас являются безумно важными. Просто потому что нас мало, а нам надо быть настолько же значимыми, настолько же эффективными, настолько же большими в экономическом, технологическом, социальном смысле, как и вот эти две другие страны. Значит, цифры для нас являются безумно важной и в роботизации, и в механизации тоже. Это не является какими-то мечтами, это необходимость. А как ты считаешь, какой город на сегодняшний день в мире самый IT-продвинутый? В плане цифровизации самого города? Да. Ну, можно рассмотреть с разных сторон, то есть и с точки зрения жизни человека, и с точки зрения общей цифровизации. Ну, с точки зрения самой цифровизации, один из таких лидеров вообще в мире – это, ну, во-первых, Москва, серьезно. Потому что когда мы, как консультанты, кстати, делали исследования для разных государств Ближнего Востока, про то, кто является лидером в применении цифровых технологий в управлении городом, в цифровизации государственного управления, на самом деле Россия – один из лидеров, да, и Москва вообще находится где-то в районе топа. Если же брать более широко вопрос уже про все государство целиком по совокупности, то, наверное, одним из лидеров в мире в цифровизации является Сингапур, потому что, ну, государство маленькое, прямо скажем. То есть цифровизировать государство, есть цифровизировать один город, по сути. Это делать немного проще. Но они из-за этого ушли несколько дальше, чем, в принципе, вся планета. Мы их нагоняем, Москва, как минимум, их нагоняет, но, очевидно, это еще займет некоторое время, просто из-за несопристрименных размеров. Москва больше по населению, чем весь Сингапур целиком. Вот. Если же говорить именно в плане жизни как IT-специалиста в определенном городе, а вот если я IT-шник, и я хочу где-то себя разместить, то тут тоже зависит от того, что я ищу. Если я ищу челленджи, интересных каких-то задач, крутых, по-настоящему прорывных, там, хочу цифровизировать космос, не знаю, хочу разработать беспилотник для исследований, не знаю, космических пространств. Ну, какие-то такие фундаментальные вещи исследовательские. То, в принципе, такими городами, я бы сказал, во-первых, Китай, страна, которая вкладывает огромные деньги в научные фундаментальные разработки, просто потому что, ну, это огромная экономика, насколько я помню, уже первая в мире. Огромные деньги можно позволить себе вкладывать именно в эту фундаменталку. Также, разумеется, в России это становится более актуальным, просто потому что вопрос про импортозамещение. Если вы хотите что-то импортозаместить, вам, по-приори, придется опускаться на более низкий уровень. Максим, а если поговорить об искусственном интеллекте, я знаю, что это одно из направлений, в котором ты работаешь, которое ты хочешь развивать, и ты считаешь, что искусственный интеллект – это просто электричество 21 века, в то время как тот же, там, не знаю, Генри Киссингер считает, это чуть ли не главной угрозой просто человечеству. Ну и мы все, наверное, обычные люди, насмотревшись каких-то голливудских фильмов, наверняка думаем, что как только искусственный интеллект войдет просто в нашу обычную жизнь повседневную, то может случиться просто невообразимое. Так это или нет, и почему, собственно, для тебя это вот настолько важно? Начну со второй части, про страх перед новыми технологиями, на самом деле. Ну, искусственный интеллект уже вошел в наши жизни повседневно абсолютно прочно. Если у вас есть в кармане телефон, если вы хоть иногда пользуетесь интернетом, или если вы хотя бы ездите на метро, он там применяется. Применяется для планирования транспортных потоков, управления транспортом, он применяется для управления поисковыми движками, которые вы используете, когда в Яндексе что-то ищете. Применяется в вашем телефоне. То есть он уже, на самом деле, вошел в вашу жизнь, сопротивление бесполезное, вы уже проиграли. Если же вернуться к изначальному вопросу, почему И вообще важен, в принципе, почему я считаю, что это новое электричество, и почему он особенно важен, на самом деле, внутри нашей замечательной страны, причины тут простые. Помните, я говорил, что нас мало. Вот нас просто всего 147 миллионов человек, и каждый из нас должен быть в 10 раз более эффективен. Это означает, что нас надо как-то усилить, нам надо помочь. Чтобы нам, каждому из нас помочь, надо снимать с нас какие-то рутинные проблемы, рутинные задачи, которыми мы можем заниматься, которые не требуют применения каких-то креативных навыков, умения применять нашу интуицию, думать на будущее и так далее. Всю рутину надо сгрузить на что-то. Вот это что-то, это и есть а, искусственный интеллект, б, роботизация. И тратить силы надо на то, в чем вы хороши, что вы умеете делать, что у вас по-настоящему получается. А если мы вот настолько упростим все эти системы, мы не перестанем быть людьми? А вот это уже философский сложный вопрос. И вот как себя здесь не потерять, как человеку не потерять самого себя, не перестать быть человеком, это уже вопрос скорее к философам, к людям культуры, к писателям, к авторам фильмов. Это они должны уже подумать про то, как нам сохранить человека, и что такое человек в 22 веке условно, когда мы дошли наконец до такого уровня развития этих технологий. Это культурологический вопрос на самом деле. Можно ли себя потерять в этом во всем? Да, безусловно. Потому что когда мы сгружаем в себя всю рутину, мы надеемся, что мы начнем прикладывать свои умственные силы для занятий какими-то творческими задачами, интересными вещами, не знаю, будем тратить себя на то, чтобы жить полной жизнью. Но наш мозг ленив, вполне есть шанс того, что сгрузив в себя всю рутину, мы просто будем деградировать, ничего не будем делать. Такой риск всегда есть. Расскажи, по каким блюдам ты больше всего скучал, пока жил где-то там за океанами? У меня каждый раз, когда я приезжал в Питер или вообще, в принципе, приезжал в Россию, ездил к родственникам, всегда было два запроса. Первое, борщ с салом, потому что свинина, свинина это харам, на Ближнем Востоке она есть, в принципе, для экспатов, но это редкость. То есть это вообще первая же всегда была вещь, которую я просил, а вторая вещь после борща, это был обычно какой-нибудь свиной шашлык, потому что вот именно шашлык, шашлык, который именно сделан как на мангале, на шампурах, в России, к сожалению, только в России можно его поесть, а вот за границей с этим несколько проблемнее. Вот это две вещи, по которым я всегда скучал. Ну, переехал ты совсем недавно, поэтому какие-то вкусы мог подзабыть. Я предлагаю тебе угадать, какое блюдо я тебе сегодня приготовила. И попробуем. С удовольствием. В этом сезоне я угощаю всех своих гостей традиционными русскими блюдами. И стараюсь их удивить. Максим, ты готов удивиться? Надеюсь. Надеюсь по-хорошему. Не знаю, насколько ты удивишься, но тем не менее. Надевай маску. Держи вилку. Держу. Давай в другую руку. Держи тарелку. Угу. Давай, цепляй. Так. Пюрешка. С чем? Она еще с чем-то. Ммм. Так. А можно просто поем? Конечно, без проблем. Так, это пюрешка, но это... Нет, слушайте, но это должна быть курочка. Курочка с грибами. Курочка с грибами же. Нет, слушайте, если у этого есть название, я не знаю, но это курица с грибами. Открой глаза, посмотри, что это. Боже мой, что это? Это же бифстроганов. Это бифстроганов. Боже мой. А, так вот огурчик. Вот я огурчик не захлепнул. Точно. Точно. Вот он. По бифстроганов скучал? Я могу сказать, я скучал по хорошо сделанному бифстрогану, потому что однажды во время командировки, когда я был в отеле в Рияде, в Саудовской Аравии как раз, там пытались сделать то, что они назвали Russian Beef, в скобочках написано бифстроганов. По-саудовски. Ну, в их представлении, как это на самом деле делается. Оно было жуткое, потому что оно было с какой-то сметаной, которая свернулась от того, что они ее чем-то залили. Это было кислое, это было невозможно есть. Повар приготовил мясо, которое порубил на кусочки и сделал вот такой вот очень вкусный соус. Ну и, собственно, биф, как биф мяса. По-строгановски, конечно. Максим, хочу немного поговорить с тобой о личном. Ты переезжал в Америку и в Дубай вместе со своей супругой. Как вообще она реагировала на переезд? И что она вообще тебе сказала, когда ты ей сказал, что все, возвращаемся на родину? Ну, она в некотором смысле жена декабристая, не знаю, или жена военного. Ну, сказали, надо ехать в Штат, значит, поедем в Штаты. Сказали в Дубай, значит, в Дубай. Когда мы с ней только переезжали в Штаты, это было просто забавно, интересно, новый опыт, что-то интересное посмотреть, как-то потом посравнивать, не более чем. Вот. И первый, в принципе, год просто мы развлекались, и ей тоже было весело, интересно, мы всякое разное смотрели, ко всякому разному интересному привыкали. Потом, когда мы только переехали в Чикаго уже на мою, ну, постоянную работу, как я думал, там останусь надолго, с восторгом обставляли квартиру, строили какие-то планы на ближайший год, другой, что мы поделаем в Чикаго, куда мы еще съездим, что мы посмотрим. Но очень переживали, что холодно будет. Город достаточно известен тем, что там реальный холод, реально очень морозно. Вот. И когда нас позвали именно в Дубай на работу, ну, был шок, потому что что? Что это такое? Где это вообще? Как мы туда поедем? Зачем? Но что приводило восторг? Это а. отсутствие налогов, б. хорошая погода, ну, тепло. Вот. Поэтому мы тоже с интересом, просто бросив все свои пожитки, поехали на Ближний Восток посмотреть еще раз мир. Первый год там было тяжело, нам обоим, на самом деле, очень тяжело было адаптироваться, очень специфическое, потому что место, ну, для жизни, на самом деле, его часто называют одинокий город, Ландли-Сити. Почему? То есть там, ну, тяжело достаточно завести местных друзей, условно, именно близких, какой-то близкий круг общения. Все, что приезжают, в основном поработать. Потом поработать, повеселиться, уехать. Мне один умный человек, который там прожил 27 лет, ну, он там, в детстве еще его туда привезли родители, мне сказал, что идеальная метафора Дубая – это лаунж в аэропорту. Но мы все равно всегда хотели вернуться домой, то есть мы понимали, что конечная точка маршрута – это вот переезд обратно. Никакой идеи, что мы там навсегда, никогда не было. Ты знаешь, во всем мире люди говорят о нашей душевности. Вот ты, повидав много стран, познакомившись с самыми разными людьми, ты заметил вот эту нашу особенную черту? Мне тяжело сравнивать, потому что я и есть тот самый человек, да, как я могу заметить свою собственную душевность, но… Может, тебе ее не хватало в других людях? В других людях мне не хватало немного не этого даже, но можно назвать это душевностью, наверное. Я просто не знаю, что вкладывают в это люди, да, когда они говорят душевность. Что ты вкладываешь лично? Это, отойду назад, что мне объясняли очень много американские мои знакомые, например, говорят. Вы, русские, очень серьезно относитесь к отношению с людьми, да, у вас друг – это друг. Если вы кому-то сказали, что он твой друг, вы на себе там телогрейку порвете, человеку поможете, да. То есть для нас уровень вот серьезности этих там дружеских отношений с другими людьми, там, любви, дружбы, даже, возможно, вражды, если кто-то тебе неприятен по-настоящему, совершенно другого уровня, это гораздо более серьезно. Американцев и европейцев с этим проще. Когда ты чужой, когда ты чужой не несколько недель, пока ты турист, а когда ты чужой годами, на самом деле психологически это сильно давит, сильно давит. И понять это можно только, если ты пожил за границей, и потом, вернувшись домой, ты просто чувствуешь «я дома, боже, как здорово!» Это важная вещь, правда. Максим, но у меня осталось три вопроса, которые я задаю каждому своему гостю. Да. Постарайся отвечать максимально коротко. Главный стереотип иностранцев о России. Ну, я говорил, что мы из любой ручки соберем автомат Калашникова, на стуле обязательно улетим в космос. Что для тебя патриотизм? Любовь к родине, но... Ну, ладно, любовь к родине – это банально. На самом деле, это банальная фраза, ее говорят абсолютно все. Патриотизм – это любовь к родине, даже когда тяжело. Вот это более важная вещь. Легко любить родину, когда все хорошо, все остальные люди вокруг тебя любят, когда все идет просто, нет никаких, не знаю, финансовых кризисов, экономических кризисов, еще чего-то. Патриотизм – это когда ты любишь родину не за вкусную еду, а когда ты ее просто любишь. Три главных качества русской души? Серьезность, масштабность и решительность. Спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью. Мне кажется, это было круто. Ну, я абсолютно счастлива, что такие люди, как ты, возвращаются в Россию. Да. Спасибо большое. Спасибо, что позвали. Было очень радо поговорить. Спасибо тебе. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. И помните, хорошо там, где мы есть.